Дворец труда, седьмой подъезд, пятый этаж, дверь с табличкой ФЛП Гололобов и распорядком режима работы. После 18.00 окончания рабочего дня сотрудник ФЛП Гололобов не смог уйти домой. В комнате 8 человек, с которых фирма взяла деньги будто бы за предоставление квартир в аренду, а на самом деле за подписанные бумажки о предоставлении информационных услуг. Среди пострадавших от аферы и семья из Луганска, мать, отец и сын приехали в Харьков, убежав от войны, а также для того, чтобы сын, закончивший школу, сдал в Харькове ЗНО. Через интернет луганская семья нашла фирму ФЛП Гололобов, якобы сдающую жилье. Подписав с Гололобовым договор и заплатив 3000 гривен, луганчане отправились на Алексеевку. Заплатила деньги, сказали куда ехать, вас там будет ждать риэлтор Александр, дали мобильный телефон, созвонились с ним. Мы приехали на станцию Алексеева, по-моему, просидели часа два и потом только осенило, что что-то здесь не так. Что здесь не так, прекрасно знают сотрудники ФЛП Гололобов. Мифические риэлторы и квартиры лишь на словах. Оказывается, договоры, которые гололобовцы подписывают с тем, кто нуждается в жилплощади, совсем об ином, о предоставлении информационных услуг. Это рекламный ход, не запрещенный законодательством Украины на сегодняшний день, маркетинговый ход. Почему тогда говорили, что это мы оплачиваем за дом, а не за информацию? Мы оплачивали действительно аренду жилья, а не информацию. Нам девушка, вторая сотрудница, рассказала, предложила несколько вариантов квартиры и мы выбрали подходящий, который нам нравится. И она сказала, что вы оплачиваете аренду жилья. Сотрудник ФЛП Гололобов в ходе словесной перепалки продолжал твердить о том, что его фирма предоставила информационные услуги об аренде жилья и не более того. Между тем, среди всех обманутых, несостоявшихся арендаторов, семья из Луганска, лишившись 3000 гривен, оказалась действительно в критическом положении. Это были последние деньги. То, что было дома, мы взяли и... Думали, что все у нас получилось, квартира найдена и вот такие неприятности. И теперь, можно сказать, мы даже не знаем, где переночевать. Причем по этому адресу едут еще дети Украины. Мы снимали не для нашего одного ребенка. Другие, обманутые ФЛП Гололобовым, попытались апеллировать к совести менеджера фирмы, объясняя ему, что устраивать свои аферы на горе Луганчан аморально. Впрочем, тщетно. Вы знаете, ну, всякие в жизни ситуации бывают, но мне кажется, это кощунство. Люди не верят в Бога. Когда люди проехали с горячей точки, да, можно сказать, может быть, на последние деньги, чтобы ребенок сдал ЗНО, и эти деньги у них отобрали. Ну, ладно, мой местный, ну, хотя бы верните деньги людям, которые приехали с горячей точки. Во-первых, мы работаем по юридическим нормам. Еще раз, вернете или нет? Не по этическим. Пожалуйста, меня не перебивайте, дайте мне слово. Хорошо, и все люди у нас одинаковые абсолютно, которые приезжают. У нас нет ни для кого никаких, допустим, особых критерий отбора или тому подобное. Категорически отказавшись возвращать деньги луганской семье, Сергей Гузоватый порекомендовал обращаться в суд тем, кто считает, что ФЛП Гололобов их обманул. Виталий Лапскир, Алексей Антонов, агентство телевидения Новости.